Буду байкером, буду байкером Ну а я принял решение ехать в сторону Карелии Ехать буду ровно час Вот сколько проеду за час Там развернусь и поеду назад Итак, на въезде в город есть две заправки Первая Газпром, на которой очень большая очередь А следующая Лукойл На Лукойле практически никого Но на Лукойле бензин стоит на рубль дороже Но при том, что бак мотоцикла редко превышает 20 литров То переплата в 15-20 рублей Мне кажется, не стоит того, чтобы терять время в очереди Поэтому можно проехать до Лукойла и там забравиться Ну если захотите посмотреть на крепость Холивала То вот она с левой стороны На въезде в Приозер после моста Мимо проехать невозможно Потому что вы видите военную технику Поэтому мимо не проедете И вот, соответственно, что указать Там интересная дорожка после Приозерска Она такая вся в извилинах И при этом красивая Если там закончился ремонт То там очень здорово А если там остался тот же адский грунт Я сейчас вспомнил, что я там ездил в том году И там адовая грунтовка была С непрекращающимися ремонтами Если там сейчас то же самое То, может быть, и не стоит туда ехать Ну, короче, надо посмотреть просто и все К счастью, ремонт дороги после Приозерска завершился Теперь вас там ждет шикарный асфальт Ехать легко и приятно А еще меня, честно говоря, удивили Какие-то ранее невиданные мною опоры столбов А что они мне напомнили Вы узнаете в конце видео Субтитры сделал DimaTorzok А вот и граница Которая, к счастью, совсем не на замке Так я катился и катился, наслаждаясь видами Но не стоит расслабляться Потому что опасности могут подстерегать в любой момент Я, кстати, тоже хотел обогнать этот грузовик Мой запланированный час езды вглубь Карелии истекал И я решил, что пора разворачиваться Но тут мне на глаза попался съезд на Курки-Йоке И я решил посмотреть, что это такое Смешное название, во-первых А во-вторых, когда-то давно я там приезжал Ну и просто доехать Потому что до него 5 километров Доехать, конечно, не очень приятно Итак, еще раз скажу В Турки-Йоке я приехал вообще незачем Возможно просто сфотографировать вот эту табличку А что, вы всегда ездите по делу? Да, точно, я здесь месту Да, этот мостик и вот тут вот флаг Тут, по-моему, вот этот мемориал Да-да-да-да-да Наш памятник в хорошем состоянии содержится В табличках, где про финских воинов Такая подзаброшенная На кладбище, находящемся на этом месте В 1939-1944 года Покоятся и Неизвестно сколько Финских воинов Они пали смертью храбрых Отстаивая право И отчизну И отчизну Одни гибли, отстаивая право и отчизну Вторые гибли Отстаивая право и отчизну А все решают политики, а не воины Что-то потом сдается без боя А что-то потом получается Тоже без боя А воинов уже никто не вернет Итак, сюда я ехал по адовой грунтовке 5 километров А тут есть вариант уехать на Питер Другой дорогой И вот интересно Там асфальт или такая же шляпа Есть два варианта Спросить у местных Или поехать самому разведывать Только я хотел спросить у водителя грузовика Как он уехал Итак, поедем проверим дорогу Которую показывает указатель Если будет плохая Вернемся на грунтовку И поднимемся обратно на шоссе В Карелии она вот такая вот А в тени-то уже холодно Ага Асфальт резко кончился Начался грунт 8 километров до поворота Вот такого вот дерьма А там 5 Но нужно возвращаться Поэтому ладно Поедем Поедем прямо по грунтовке Нужно же учиться ездить В любых условиях Правильно? А то поедешь Вон на триверку какую-нибудь А там люди Вон по 60-80 километров У грунтовки ехали А если бы я спросил У местных сразу Грунтовка там или нет Сказали бы грунтовка Я бы даже и не поехал Ладно, мы же путешествуем У нас же нету цели Успеть какому-то времени У нас просто Злай и люби свой край Будем кататься стоя Кстати, что я стоя еду 40 Что я сидя еду 40 Опытные товарищи рекомендуют ездить стоя Чтобы центр тяжести был ниже А тут не так страшно, когда пониже А когда высоко Думаешь, если шлепнешься То высоко лететь А пониже к земле Вроде как сразу бах И лежишь Вот такой вот я Турист-эндурист Но для этого же покупался Вертус Чтобы ездить не только по асфальту Но и Не по асфальту Вот и пожалуйста Деньги Не по асфальту Что не сделаешь ради контенту И ради контенту у меня здесь Живет вот такой вот октопус Кстати, живет он Совсем мало И уже сломанный Вот тут у него шарик сломался Кстати, когда я ехал Заехал в Карелию Я удивился, что Столбы так по-новому интересно стоят И вот они очень похожи на эту штуку Ну вот так вот на круг получилось 490 километров Неплохое путешествие выходного дня Спасибо, что досмотрели до конца Драто ти